Здравствуйте, с вами Эрнест Макаренко. Сегодня мы продолжаем тему конфликта в районе Беговой вокруг благотворительной или якобы благотворительной организации «Ночлежка». Мы обещали рассказать про то, откуда деньги. И сегодня снова у нас в гостях Юлия Калашникова, которая очень хорошо изучила этот вопрос. Я попрошу рассказать, где день бензин. Здравствуйте, Эрнест. Вообще, тема денег – это очень самая интересная тема, которая только может быть. Очень интересная. Считать чужие деньги – дело неблагодарное, но все, что касается благотворительных проектов, я думаю, здесь дело должно быть обязательным. Особенно это касается проектов, которые получали государственные гранты. Проект «Ночлежка» получал президентские гранты, получал гранты государственные на содержание своего проекта. В том числе, помимо помощи благотворителей, фондов неких, еще и государственные деньги. Поэтому, безусловно, деньги данной организации считать нужно, следить за ними нужно, и в этом ничего нет постыдного. Наоборот, это очень крайне важно знать. Потому что, глядя на эти многочисленные отчеты, возникает очень много вопросов. Опять много вопросов, о которых мы с вами уже говорили в предыдущих выпусках. Так вот, очень удобно на сайте «Ночлежки» смотреть посрочно участников финансирования проекта. Надо отметить, что в значительной степени это все сплошь и рядом западные фонды. Западные фонды, фонды Европы, фонды Германии, Британии. Но самое интересное другое. Есть, кстати, финансирование и помощь наших людей. Это фонд гражданских инициатив Пономаревых, которые... Ну, не наших, простите. Это не наши люди. Это россияне. Я уж не знаю, какое у них там сейчас гражданство. Но в любом случае, люди, которые некогда жили в России. Вот какие у них цели, это отдельная тема, наверное, которая не точно для нашей с вами встречи, обсуждений. Не хочу про них говорить. Но то, что они в списке есть, а они есть в этом списке, тут опять-таки как бы вопросы. Это деньги наших олигархов, бывших наших олигархов, которые ныне живут в Англиях, опять же. Это Ходорковские, это люди, которые пока еще живут здесь, но не подтверждают участие в этом проекте. Помогает, в частности, проект «Благосфера». Проект «Благосфера» курирует господин Смирнов. Вот официального подтверждения участия в проекте «Ночлежка» так добиться мне не удалось. Дальше. Это фонды, если мы берем какие-то фонды англосаксов, которые там участвуют, фонды общины, то зайдя на страничку каждого фонда, можно увидеть те проекты, которые они ведут. Так вот, значительная часть проектов финансируется еще более крупными игроками. Зачастую это игроки, крупнейшие авантюристы, которые играют не только нашими мировыми фондовыми составляющими, но еще и имеют большие политические прицелы. Фонд Рокфеллера, в частности, фонд Катара. Поэтому участие подобных людей вот в фондах, которые стоят в фондах, спонсирующих «Ночлежку», ну такая вот своего рода матрешка. И за этой матрешкой стоит еще более какой-то крупный фонд, более крупный игрок, у которого свои политические, геополитические, финансовые интересы, безусловно, потому что это все идет в достаточно серьезной крепкой связке. Там можно найти и фонд Катара, и фонд Сороса, и Рокфеллера. Кстати, если мы говорим о фонде Рокфеллера, то нельзя не упомянуть о том, что в России проводится под видом, опять-таки, благотворительных сборов, организованно собираются доноры, которые сдают кровь для нуждающихся, сдают кровь на переработку на плазму и так далее. Костный мозг сдают. Костный мозг сдают. На нескольких подобных мероприятиях я была в качестве человека, который проводил расследование такое негласное, и заметила один раз очень странных людей, которые были в халатах со значками определенного толка. Так вот, когда эти значки сфотографировали, и мы с другими активистами проверяли, кому принадлежат эти логолепты, изображенные на этих значках, оказалось, что это лаборатория, которую финансирует Рокфеллер. И почему-то здесь вдруг сразу вспомнилось выступление лидера нашей страны. В этом выступлении он говорил как раз-таки про то, что действительно есть информация про то, что собираются генные материалы. Вы знаете, что биологический материал собирается по всей стране. Причем по разным этносам и людям, проживающим в разных географических точках Российской Федерации. Вот вопрос, вот это для себя зачем делают? Делают целенаправленно и профессионально. Ну, мы такой вот объект очень большого интереса. Для чего они собираются, непонятно. Но в свете последних событий с коронавирусом и с непонятным источником возникновения в Китае, в частности, одного из главных экономических недругов одной крупной западной страны, наших западных партнеров, тоже возникают вопросы. Был ли этот вирус непосредственно действительно последствием какой-то мутации вирусов, или он был искусственно выручен в какой-нибудь лаборатории и внедрен. То есть здесь еще предстоит, наверное, спецслужбам без нас разобраться в данном вопросе, но то, что это в корне на 360 градусов и изменило ситуацию в том же взгляде на ночлежку, это однозначно. Это однозначно. Вы говорите страшные вещи. Ведь университет Рокфеллера – это крупнейший центр биотехнологий. Значит, это разработка того же биологического оружия или каких-то вирусов. Это если у нас здесь, вы говорите, были наши же граждане, которые со значками этого центра – доноры, то есть они отдают свои донорские кровь и что-то другое, отдают прямо напрямую в этот американский практически всемирный центр вот этих биотехнологий. Вопрос для чего? Потрясающе. И потом, переходя опять-таки к проблеме ночлежки и к моменту привлечения огромного числа неконтролируемого потока людей, а не могут ли потом использоваться эти люди как биороботы для разнесения вот этого биоматериала? Но как гипотеза же это имеет право на существование быть. Зачем-то же этим людям нужны бездомные в другой стране, на другом континенте. Удивительное дело, к мероприятиям, проводимых ночлежкой на территории Москвы и в районе Беговой, огромный интерес проявила высшая школа экономики, так называемая «вышка». Дело в том, что вдруг откуда-то появилась группа, которая решила обязательно посвятить научные труды изучению не столько конфликта, сколько ситуации, которая сложилась. Такое ощущение, что, помимо всего прочего, на нас еще отрабатываются какой-то некий эксперимент. И мы негласно стали участниками этого эксперимента. Для нас еще непонятно, куда эта кривая выведет. А вот для студентов или тех, кто ими руководит, наверное, уже какие-то варианты исхода этой событий, они, наверное, известны. Потому что то, с каким упорством они добиваются встречи с жителями района, то, какие они вопросы задают, все показывает на том, что идет реально хорошее финансирование уже не только самой ночлежки, но и сторонним организациям либерального толка, симпатизирующие, возможно, каким-то последствиям, которые хотят увидеть у нас. Я не знаю, может быть, выход людей на улицы или еще что-то. То есть этот социальный конфликт, а он, безусловно, уже социальный и прогремел на всю страну, он может привести к любым последствиям. И отсюда такой неподдельный интерес от вышки в наши стороны. То, что вы рассказываете, то, что вы нашли даже в открытых источниках, вообще-то страшные вещи. Ведь некоммерческие организации, имеющие зарубежное финансирование, должны об этом отчитываться и показывать себя иностранным агентам. Здесь что мы видим? Мы видим благотворительную организацию, якобы благотворительную организацию, которая получает колоссальное зарубежное финансирование от врагов России, от фонда Ходорковского, от фонда Сороса. Это конкретные враги, явные, открытые, оголтенные совершенно, которые работают на разрушении нашей страны. Они финансируют благотворительную организацию, которая не показывает, что она является иностранным агентом, имея основное финансирование зарубежных фондов. Абсурдная ситуация, да? Владимир Владимирович об этом говорил, что если вы являетесь получателем зарубежных денег, покажите об этом всем. Чего скрывать-то и работайте. Но мы будем знать, что вы работаете на их интересы. Известно, что кто-то платит, тот, кто платит, тот и заказывает музыку. Это народная мудрость. Если вы получаете деньги за границей, есть основания полагать, что выполняете заказ тех, кто вам платит. Не может организация, получая такие колоссальные средства явных врагов России, не выполнять их определенный политический заказ. И вот это очень настораживает, тем более, что мы с вами не знаем, на что тратят они деньги, но вы уже рассказали, и мы показывали нашим зрителям отчеты, что напрямую свою профильную благотворительную деятельность, связанную с бездомными людьми, они тратят ничтожно мало от всего вала денег, который они получают из-за рубежа. Это наводит на очень тревожное размышление. Это явно наши недруги нашли очень хорошую лазейку, крышу благотворительной организации, и под этой крышей они занимаются своей политической работой, прикрываясь благотворительной организацией. Как и я сначала, когда столкнутся с обращением муниципальных депутатов, помогите. Ну как же помогать-то против благотворительности? И все так и думают. И все так и думают, ну как же людям возражать, надо благотворительно помогать. А это волк в овечьей шкуре. Это не благотворители. Это под видом благотворителей, используя повод благотворительности, влезают конкретно заниматься политической работой в нашей стране. Вот это самая большая проблема, которую надо пресекать. Оградить Россию от вмешательства в ее политическую жизнь извне. Вы мне рассказывали, что руководитель этой ночлежки вошел в состав правительственной комиссии, да? Да, действительно. Григорий Свердлин у нас теперь с 5 февраля 2020 года является членом попечительского совета при правительстве Российской Федерации по социальным вопросам. Эта ситуация она просто вызывает массу вопросов. Каким образом, имея такой послужной список таких спонсоров, таких благодетелей в лице ночлежки, то, о чем мы с вами говорили, как этот человек мог попасть в этот совет? Какие цели он преследует? Чем это грозит нашей стране? Чем это грозит нашим семьям, нашим детям, нашему будущему? Здесь вопрос очень серьезный. И на самом деле то, что произошло в Беговом, то, что произошло в Савеловском, оно вскрыло такие огромные проблемы. Оно вскрыло такую лазейку. Оно вскрыло то, на что раньше, наверное, большинство из рядовых граждан, большинство граждан не обращали на это внимание. Сейчас даже люди, которые имели достаточно противоположные какие-то взгляды на политические события, на политическую ситуацию, стали в корне диаметрально пересматривать происходящее и оценивать эту ситуацию с точки зрения глобальных проблем, которые направлены уже против государственности. И здесь не надо обращать внимание на вот эту волну критикантов, купленных комментаторов, которые говорят, мы ищем то, чего нет, мы слишком завязли в проблемах мирового заговора. к сожалению, аналитика происходящего, аналитика и документы показывают, что перед нами перед нами вообще какой-то троянский конь, перед нами представитель токсичной благотворительности, перед нами организация, которая благими целями просто прикрывается, перед нами абсолютная опасная история, которая может закончиться весьма печалью. И с точки зрения государственности, и с точки зрения разжигания социальных конфликтов, которые могут перейти, перетечь в нечто большее, и с точки зрения использования этой массы людей, которые будут привлекать ночлежка, распространение вирусов, но фактически ведь под бездомов можно внедрить кого угодно, что угодно распространить. Никто не будет подходить и спрашивать, смотреть и так далее. Фактически биологические роботы и оружие. Эта ситуация должна быть взята на контроль все-таки специальными службами. Безусловно. Вы рассказываете потрясающие вещи, которые в общем совершенно далеки от благотворительности. Это действительно явно политическая деятельность. и я погрузившись в эту тему вижу, что во-первых, конечно, исполнительная власть района, депутаты, вы жители, вы делаете правильно, что выступили с протестом и что показали реальное лицо и реальных финансистов этих псевдоблаготворителей. Вообще это тема, которой должны заниматься явно наши специальные службы. Удивительно, как человек, являющийся лидером этой ночлежки, который получает колоссальные средства от врагов России на свою деятельность, который сам материт в интернете открыто, в высшей степени хамски отзывается о руководстве нашей страны, о президенте, о премьер-министре и так далее, при этом он становится членом Совета при правительстве России, который будет влиять как член Совета на политику, которая вырабатывается в этом Совете по благотворительности. Как агент по сути зарубежных спецслужб мог попасть в комиссию при премьер-министре? Любой человек с улицы может туда войти? Кто его туда привел? Давайте говорить откровенно. Должен быть контроль спецслужб, которые не позволят входить в состав таких общественных организаций откровенному врагу страны, которые это не скрывают. Я надеюсь, что Федеральная Слова Безопасности займется этой темой и Свердлин и подобные ему люди, которые финансируются на средства Ховарковского и других зарубежных фондов, не будут больше влиять на политику российского правительства и российских общественных организаций. Мы будем следить за этой ситуацией, как будем следить за ситуацией в районе Беговой, и как будет развиваться ситуация с ночлежкой, которая, исходя из того, что мне рассказала Юлия Калашникова, исходя из того, что нашли жителя района Беговой, это фактически троянский конь, политический троянский конь под красивой маской благотворительности. Пишите свои комментарии, что вы думаете по этому поводу, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и обязательно нажимайте колокольчик. Всего вам доброго! Субтитры создавал DimaTorzok